Вот у меня гостевая книга, а вот она. Только сегодня в ней появилась вот этот вот каталог саженцев, железовых, со скидками на весну 2000, когда будет в следующем году. Вот, пожалуйста, откройте его и смотрите. В общем, наверное, надо было в каталоге еще одну графу, там, помните, сверху вниз строчка, там есть цена, а в соседней надо было еще графу, а там вот такие бутылочки нарисованы схематично. Цена одной бутылки, допустим, например, фаина роскошная, например, сколько бы стоило? Четыре бутылочки паленой водки, например, там, что-нибудь поскромнее, какой-то амур, три бутылочки водки, ну, то есть схематично. Вот, я говорю чуть ли не со злостью, извините меня, вот, за это. Вот они, несколько бутылочек водки, цена. А здесь 30 лет моей работы с саженцами, и плюс еще появился опыт по поводу абрикосов. Часто у вас спрашивают, какие абрикосы подходят до нашего климата, какие абрикосы не боятся сырости и так далее. Так вот, по этому поводу, смотрите, будьте внимательны. И в том числе и дядя Ваня, если все-таки это когда-то он уничтожит фильм, к которому он ко мне не имеет отношения, к которому он учит убивать это самое, специальной посадкой. У нас в Латвии с начала октября льют дожди, и не просто, а ливни сильными порывствами утрами. Дожди льют в среднем четыре дня в неделю. Земля перенасыщена в такой степени, что вода уже не впитывается. Почва у меня глинистая. Видели фотографию? На глубине 40 сантиметров. Чистая глина. Температура от 0 до 10 плюс. Туманы, когда нет дождя. Так вот, я приобрел кости и черенки. Внимание! Если я не ошибаюсь, то вещь, предлагаемая вами абрикосов и каталог. Внимание! Сейчас растет около 50 привитых привал на сыновях маньчжурца и амуре сортов и сортов образцов. Хотел поэкспериментировать, что сможет выжить в таких условиях. Все саженцы пережили уже вторую суровую осень. В конце этой недели, обещают зиму. За почти два года выпали три сельца сорти абрикосов и две волосы вишни из 300 штук. Я у меня питомник, который, чтобы у вас сдохло, вы еще у нас выпишите. Мы берем, вспомните, прекрасное письмо из этого и фотографии с моими сортами из этого самого, из Калининградской области. Там до вас пешком дойти. Вот. Совет. Это я из этого взял, из гостевой. Если будете исследовать технологию железа, то деревья в саду будут неубиваемы. Особенность они из питомника железа. Ну, еще раз говорю, или потом, или в следующий раз. Разберем его фотографии. Уже небольшие холмики и уже не гниют. А там-то до воды-то, видимо, далеко. Я же сам рассказывал вам, что два года подряд, пока я с малышней возился, выводил их на площадку, на другую площадку. Там, здесь еще ладно, а там дома сплошь, пять домов высотных. Вот. И на этой площадке все 10 дней новогодних, когда не было ни школы, ни детских садов, все было закрыто. Ни разу, пока я со своими детишками там на качелях качался, ни разу ни одного ребенка не вывели. Вот так. А вот это мой двор. Посмотрите внимательно на ребенка, на этого. Внимательно. Каждый раз, Тимоша, ну, выйдет кто-нибудь, ну, не сидит и дома, ну, отстань от этого телефона. Он выйдет, сядет и сидит. Сидит 10-20-30 минут. Потом он сейчас говорит, дед, я больше не могу сидеть. Вот это должно быть. Вот это. А это у миллионов детей. У миллионов. А те, кто учил сажать деревья, они страшно сделали это. Вот. Они сделали страшную ошибку. Будучи по натуре людьми добрыми, они не ведали, что творили, уча убивать деревья. Так, ребят, ребята, сейчас я вас, это вам задание. А как? Вы меня ученика-учитель называете? Пожалуйста. Учитель задает вопрос. В конце, когда будет ответ на вопрос, ответит. Что это значит? Вот. И почему не каждый год? Ладно, поехали. Значит, очень серьезный разговор, но я его сделал очень коротким. Значит, Валентина спрашивает. При повторном... Ну, на всякий случай, продолжаю. При повторном просмотре вебинара номер 16, значит, услышал о вашей диете от высокого сахара в крови и упал на до 6 единиц. У меня жена тоже болеет, т-т-т. Если не скажет, поделитесь диетой, Бухтияров. Так. Значит, что я скажу? Я вам обещал ответить здесь. Отвечаю. Значит, да, действительно удалось пить сахар, жесткой диетой. Значит, про это будет, наверное, или отдельный фильм сделаю. Скажу самое главное. Значит, буквально 3-4 минуты, но чтобы... Чтобы просто мы поверили в мою диету. А без этой веры у вас ничего не получится. Значит, я с детства, с молодости был охотником. Я бредил охоту, я убивал. Сейчас я этим не хвастаюсь. Константирую факт. Животных. Так. И, естественно, понятно, что... Это значит, что в генах моих предков были... Преобладали охотники. В школе нас учили так. Я некоторое вещество запоминаю, буквально вбиваю в память. Сами попадают. Например, в древние времена по земле бродили племена первобытных людей. Большая часть из них было собирателей. Они ходили ордой с утра до вечера. Заметьте, с утра до вечера. Подчеркиваю, с утра до вечера. По лесу собирали жучков, паучков, жуков. Выкапывали корни, ели фрукты. Кору с деревьев. Все подряд. Все пища. И так это продолжалось. Когда все съедали, перемещались. Новое место их так и назвали. Собиратели. Никто их не видел никогда. Но это ученые. Бред не бред. Но так может и было. И менее многочисленная группа. Приводили цифру 10% от общего количества. Охотники. Так вот, я дальше домыслил сам. Будучи, зная, что у меня отец умер от диабета. Ему отпилили ногу. И он умер. И это судьба почти всех, кто начинает мертветь. Я даже до его возраста спохватился. И подумал, мне надо было себя настроить. Как бы запрограммировать. Я представил себе, как мои предки охотились. С утра же я просыпаюсь сытый всегда. Люблю на ночь поесть. Ничего там плохого не вижу. До обеда я сытый. Тогда я сказал себе, чтобы убрать лишний вес, надо вести активный образ жизни само собой. И, например, до 18.00 ничего не есть вообще. Оказалось, самое трудное, это где-то с обеда и до 6 вечера. Потому что уже на часы, глядишь, раз 100, есть так охота. И так я в течение года продержался. Отходить от этой диеты жесткой уже не намерен. Очень резко сбросил вес. Вернул здоровье относительно возраста. Вернул здоровье. И, ну вот смотрите. Вместе мужской, правда, уже месяц, как не были в клубе морожая. Ну, вообще, в клубе морожая мы постоянно учительского гостя, хозяева. 100 рублей, и ты хозяин. И вот, значит, получается, что это очень жесткая диета. Она мне здорово помогла. Если бы не она, я бы сейчас весил на 20 килограмм больше. Я бы не мог зашнуровать ботинки. Когда я наклонялся, меня ударяло в голову. В общем, все, я ответил на вопрос. Вот это вот то, что я сам себе придумал. Что если я бредил охотниками, значит, мои предки были охотниками. А их образ жизни, понял ли, к чему я клоню? С утра до вечера гоняться за дичью или убегать, когда тебя хотят съесть. Наконец-то забиться в какую-нибудь пещеру в нору. За ночь, за вечер, за ночь наесться как следует, отдохнуть. И это, пища, когда человек поел и лег спать, это и есть для части людей норма. А то, что диетологи, это все, они не дураки, они просто не ведают, что творят. Они ведают, потому что они калечат людей, эти диетологи, со своими советами. Вот, почему? Потому что, когда пища в желудке или растворяется, или бродит, это разные вещи. При этом выделяется этот самый сок, который движется, растворенный по крови, попадает в каждую клетку. Должен попадать. Это плюс, к тому же, еще тепло. Мы теплее, чем окружающая среда. Намного теплее. Градусов на 15, на 10. Это тоже та же пища. И, наконец, внимание, секреты секретов. Хотел в другой раз, но так и скажу. Третья составляющая, на что расходуется пища, это наркотики, которые производит сам организм. Самый главный наркотик, который производит организм, это алкалоид. Тот самый, пресловутый, С2H5OH. Вот. Вот это вот и есть та самая тайна, которую в школе они проходят. Почти никто из родственников не знает. И чувство голода возникает, когда его не хватает. И вот, когда его не хватает, это чувство голода, это дискомфорт, это бывает, добрый человек становится злым или пассивным, как угодно, но это ненормально. Наелся, тут же, живучий соперничественный тракт, превращается в самогонный аппарат, говорю, как есть. Можете отключать компьютер, если вы думали, что я упал, ударился головой. Самогонный аппарат, и сытый человек получает ту самую от самогонного аппарата, от желудочного тракта, свою долю алкалоидов. И всего лишь возникает, ну, лень, сонливость у сытого. Не более того, вот. И, к сожалению, недостаток, собственно, выработанного, вот этого, алкалоидов, алкалоидов и прочих самых, там, круг гормонов шире, список гормонов шире немного, он приводит, потому что человек тянется за бутылкой. Это самое, что мы выше говорили. Вот. Или диета. Ну, диета, это та же самая голодовка, это очень плохо. Если я выбрал диету, жесткую, то, по крайней мере, в 6 часов, я заканчиваю свою речь, то, по крайней мере, в 6 часов я беру и наедаюсь от пуза. Но, тем не менее, потихонечку, по граммам, вес продолжает сбрасываться, и сахар тоже. Вот. А так как третью составляющую никто в расчет не берет, это значит, что, когда в празднице стол передавать 10 блюд, начинаешь с селедки, кончая тортом, в руках вилка, и когда вилка эта шарится, глаза шарятся по столу, чего бы ухватить, солененький огурчик или маринованный грибочек, а у вас полный рот из-за свинной, согласитесь. Вот. И в это время лихорадочно работает там не в мозгу, в этом головном, а в спинном мозгу лихорадочно работает мозги в каком плане. То есть, работает программа. И очень нужно заполнить концентрацию алкалоидов до нормы. И вот тут-то вы начинаете с чего не важно, но перепробуете все. И у вас вместо растворения пищи происходит брожение. Поняли слово? Брожение произошло слово брага. Вот я вам поделился с вами в это. Рады, не рады, а такое это. И так есть жесткое. Если диету соблюдать с утра до вечера, вот, и еще это значит обречь себя на постоянную эти муки голода вам. Потому что не хватает алкалоидов. Поэтому я предпочитаю мучиться на неполный день. утром встал есть не хочется, в 10 есть не хочется, в 12 не хочется, но я работаю где-то с часу с двух до шести я уже смотрю на часы и предвкушаю, что в шесть у меня уже это полная, полноценная еда. Те самые вилка и все остальное, что на столе может быть. Начинает соление, кончая вареньем. Вот так. Но это по крайней мере частичный успех. Полного не добиться. Мы полные люди от того полные, что нами регулировка происходит не по количеству пищи для того, чтобы насытиться, а по количеству сколько пищи в этой удается потом выбродить эти же алкалоиды. Ц2H, 5H. Вот от чего количество пищи. Естественно, при этом работает жировое депо, потому что человеку свойственно было в старые времена брать и наедаться от пуза, потому что это было крайне редко. А сейчас холодильник рядом и сытый обед постоянно под рукой стал нашим проклятием. Разрешите на этом закончить. Надеюсь, что не все под рукой вот это молодые деревья. Это трех-четырехлетние абрикосы. В нормальном почве нормально растут. Почва у меня очень бедная. Бедная. Вот. Предлагаю сразу не пугаться кислой почвы, потому что деревья почву переделывают. когда я взял участок, здесь росли хвощи, не делая никаких анализов на ПАЖ, на кислотность, на щелочность. Я просто знал, где хвощи, там кислая почва. Расли годы, хвощи исчезли сами. Деревья переделывают почву. И вот они молодые. Я не буду обосновывать, я уже обосновывал, почему я беру только с молодых деревьев. Но черенки великолепные. Сегодня у меня был Виктор из Памиля не называл, я не старый, два года назад на 70 тысяч у Сергея купил саженцу. А сейчас приехал ко мне за черенками. Еще семена. В общем, это будет еще один очаг наших железов. Он меня считает учителем. Это еще один очаг мой уже в Высто-Баканском районе. Потому что дело пошло. и вот что получается. Какие черенки он у меня купил? Вот я такие вот сейчас покажу. Но главное это что? Не об основе я сразу скажу. Только с молодых деревьев. Привитых молодых деревьев. Все. Только это. Это главное требование нового садоводства. Если оно существует новое, оно пока существует в узких рамках, вот. Но тем не менее существует. Только с молодых деревьев. Это противоречит канонам, скажем так. Вот оно. Видели? специальный снимок сделал. Впечатляет. Мне пришлось так как я сторонник брать черенок с нижней части. Они такие толстые. Я научился руки резал. Но я научился делать саденцы прививку с очень толстых веток подвойных и привойных. Очень толстые. Вот. хорошо точный нож. Тренировка. И вот они получались. И вы знаете, когда накладываешь, если идеально наложил, с моей же пленкой как следует намотал, вот те шедевры вырастали, что я Курдюм ему показывал. До трех метров однолетки. До трех метров. Ну два с половиной это вот мы становились на цыпочки, поднимали руку, еще полметра. Сколько будет? Догадайте сами. Еще полметра от вытянутой руки. Вот. Но это надо уметь. А мы с вами здесь ищем границы возможного и получается мы их раздвигаем. Самая ценная часть вот здесь. Вот здесь. Вот здесь. Вот. Но с такой длинной ветки можно брать и здесь, и здесь, и здесь. Но до половины это точно. вот пожалуйста жалейская школа. Вот это предназначение для продажи. Кстати, вот эти вишни уже кончаются. Знаешь, что такое груша весная красавица? Для примера. Я не рекламирую. Я просто хочу, чтобы вы знали. В этом году у меня удвоился спрос на черенки. Я не ожидал этого. Потом задним умом я всегда сильный. Я дотумкал. А когда-то должно было сказаться то, что я тысячи семян разослал по всей России, за пределы России. Должно было сказаться. Так же? И сказалось. И тут выясняется, что я не могу всех обеспечить. Вишнин Генович режьте. Вот то, что вы видите, это еще меньше, чем вы видите на экране. А про груши я честно хочу сказать. Меня задают попутные вопросы. А мы на ваше усмотрение на мое усмотрение хочется удивить. Я говорю, если яблони, то Голден Железово или Апорт Чернобаева, видите, как уже название Клода, 400-500 граммов яблоки. Лесная красавица, вот эта груша, или гигант Подмосковья, они от 4 до 500 граммов, это уже и сладчайшее это, вот что. Это же невозможно себе представить. Ну, вот эти веточки, допустим, я продам, все, крыша, лавочка закрылась. Вот так что. Вот. Уже посылок 20 уже разослал. А дело в том, что уникальнейшие вещи, уникальнейшие. Еще раз говорю, вы не найдете каталога, видели каталог по семенам? Видели? Вот. Вы не найдете каталога по черенкам, там, нигде не рассылал, никому, кроме тех, кто просит. Только потому, что мне все равно всех не хватит. Вот так выглядит молодой саженец. Вот. Знаете, вот подвернулся под руку, случайно, не случайно. Вот так выглядит молодая слива, привитая, да. Почему она так рано заплодоносила? Потому что я над ней совершил не опыт, а это антиопыт. То есть, просто я его плохо закопал. Поливал, вылезло, как это. Все, дерево быстрее дает рожай. Ничего хорошего там нет. Я это говорю не для того, чтобы сказать, я взял, корни обнажил, она тут же заплодоносила, я поел первые 20-30 плодов, да так рано. Это только для испытателей. И наоборот. Я если показал с ним, он не дал, чтобы восхищали. Ах, какой Железов. Молодец. Железов проворонил вот это место. Проворонил. И не должно быть здесь ни одного плода. У деревьев должно быть детство. Вот теперь скажите, это самое объективное человек или нет? Вот это вот груши привитые на яблони. Читаем, садовод Макар и его помощники. Это вы можете знаете, что и вот тоже мы отдельно еще это мы так сделаем, что мы отдельно поговорим об этом чудо чудо садоводия. Почему? Сейчас объясню. Значит, у нас сегодня тема прививки, да? Вот. А он мне звонит, Алексей, и говорит, я просто как маленький пример, вот она жизнь, она кипит в этом. Он добился замечательного успеха. Я говорю, Бродский у нас на Дальнем Востоке, Казьмин царствовал на Дальнем Востоке, этот самый, Байкалов в центре Сибири, Латинкова на Урале, вот, прикнувшись с ним Железов, и все, а в Европе-то этого нет, и вдруг человек, который, я уже два года про Макарова снял фильм, уже тогда у него успехи были, еще два года, и хотя это конкретная тема вот этого, он мне звонит, вчера говорит Константинович, книги прочитал с запоем, вот, замечательно, благодарил меня, вот, я говорю, да я уже, судя по его фотографиям, ему уже надо вылазить наверх, потому что мы от науки не дождемся ничего, у них прервана связь, у них питомники торгуют, чем попало, зачем нужна наука, когда никто не собирается тиражировать все, что наука производит, да и к тому же в эти рамки изувечен дерево, а потом добивается от него иммунитета, от слова иммунный это иммунитет, правильно, а какой иммунитет изувеченого дерева, и вот получается, что надо самим, и вот тут мне звонит Макаров, и говорит, ну вот то, что я сказал, говорит, вот, я говорю, следующую книгу, спасибо за авторитетный садовод, для меня его похвала, это награда для меня, так я уважаю, и вдруг я говорю, ну, придется следующую книгу выпишите, как, да я, да ничего, я говорю, да чем писать-то, разговаривайте, рассказывайте, и все, фильм снимайте, разговаривайте, и вдруг он мне говорит, куда-то позвали его в какой-то центр, и сказали, можете выступить с докладом, а он же там уже авторитет же, правильно, его уже по телевидению показывали, а я говорю, ну и чё, а, да куда мне там сам Седов великий, я говорю, знаете, такой вот, кто же Седов не знает, ё-моё, и чё, да вот я, наверное, не пойду, как я на него накинулся, я говорю, трусов нам не надо, Алексей, нам не надо трусов, обязательно должен поехать, обязательно должен выступить, больше некому, всё, мы последние, нас, скажем, годом всё меньше становится, вот такой был разговор, а про его фотографии ещё поговорим отдельно, потому что там технология, а здесь я одну только представляю, какую, это дерево сад, есть груша, привита на яблони, а в чём проблема у садоводов, будущих привальщиков, не на что прививать, грушевых по двое мало, кстати, у меня их много, но их никто не покупает, у меня, например, есть, кстати, сегодня впервые заказали веточку дикой груши, этого, я чуть со ствола не упал, когда посмотрел, вот, веточку дикой груши заказали, но это ладно, это, видимо, последний будет в этом году, и в следующем, первый, последний, но дело в том, что семена-то берут очень плохо, грушевых нет, и тогда я в отчаянии говорю, вспомню, тут как раз-раз приходит вот это вот, это я с экрана снял, как он, груши, детская груша на яблони, дерево сад, тогда я быстренько нашёл свою в архиве фотографию, у них тоже не было грушевых по двое, ну и что, испытывал, 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 вот она, лесная красавица, прямо на этой, на яблони висит, потом я нашёл границу возможную, на сибирку привил, со священними прививок, почти все мёртвые, 10-20 чахлых, продолжать, привычать к сибирке, не грушу, к яблони в сибирке, зачем мне же, семян 20 тысяч, или 30, зачем мне это надо, вот, а вам что я могу посоветовать, а у вас лесополоса, а там полно, может быть, семянцевых яблонь, вот находят, приходят фотографии, находят яблони прямо в лесу, заброшенные сады, а что там, груш никогда много не было на Руси, а яблонь всегда была приличная, ищите их потомков, корневые отводки выкапывайте, семянцев выкапывайте, и поливайте на них грушу, но не дикарей, дикарями только деньги выбросьте, а культурная, ну, сколько мне показывали, прислали фотографии, растет себе, и довольно приличный, там, 70 грамм, 100 грамм плоды, ясно, что предки были, еще более культурные, почему на нее грушу не привить, или на семечки взять, вот, вот это мои чудеса, вот так они выглядят, это то, что я рассылаю, вот, вот это та самая жердель, фотографии делал осенью прошлого года, по барабану эти морозы, я пересадил уже в начале зимы, так чтобы Сергей это не уничтожил, уже до последнего, вот, это та самая жердель, которая по 200 рублей не мог он продать, нашел место для одной, вот, почему я вам это показываю, вот, я делал потому, что, уже, через год-два, ну, в общем, я когда выбирал, и прежде чем он, и все погубил, ненужные вам, да, 200 рублей же, это же, жалко, бутылка же водки стоит, можно бутылку водки купить на эти деньги, тут Андрей прав, вот, с Латвией, и получается так, что, я выбрал единственное, на которой, пусть всего два года, а на ней были цветочные почки, искал, искал, нашел, на следующий год может не зацветить, не заплодносить, а через год уже точно плоды, а рядом королевские академики, вот так вот, начинается селекция, думать не надо, гадать не надо, садить надо, вот и все, вот, теперь скажите, есть у меня косточки, есть, и вот интересный еще момент, я все, все стороны селекции, мы с ним, это не интересно, вот, если приглядеться, в самом низу, вот этот вот, побег, вот, пенек, это академик роз, так, а вот это, из-под земли вылез, веточка, мужицкого прикоса, если вы, хоть раз в жизни, видели, академик, он меняет окраску, обычно, в конце зимы, вот, в течение зимы, на особую, вот такую вот, так вот, вы меня спросите, это что было бы, если бы я не знал, что это непривитый, если бы я не знал, историю его, я сказал бы, да это же академик, как, получается, гены-то передались, вот теперь, а я уже вам рассказывал, а уже с Сергеем поспорили, он говорит, а он закончал же этот, вот же, агроном, техникум закончил, нет, будут так, дикари, то есть, ну, не дикари, но это, академикам пахнуть не будет, а я уже спутать, это невозможно с другими, вот уже кора другая, и что я сделал, правильно, нарезал себе веток, и предлагаю, тем из вас, кто, надеется на чудо, а, веточку срезали под названием, сеянец манджурца, но, мне должно быть, морозостойкость манджурца, и качество, пусть не полное, но академика, хух, высказался, ну, таких я срезал, а, у меня есть фотографии, я забыл ставить, у меня сегодня Виктор приезжал, Виктор, привет, ты же смотришь мои эти ролики, мои вебинары, что я тебе предложил, а, большой скидкой, я тебе перед тобой положил, несколько веточек, вот, срезанных с академика, несколько веточек, срезанных с королевского, и несколько веточек, срезанных с форины, а веточки вы видели, все разные получились, вы-то рядом сидели, я бы не стал вам голову дурить, вы взяли по одной веточке, то, 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 потому что у вас большое будущее, купить на 70 тысяч, два года назад, санусил, вот с этим вы приехали, а теперь мне нужны все эти черенки, сказали вы, ну и так далее, вот это вот интересный разговор, но, насчет того, что, я про цены, я поднял цену, до 150 рублей, ну, допустим, полтора раза дешевле, я продавал этому Виктору, из Усси, из Абакана, да, дело в том, что, вот, это яркий пример, приходит весна, после моих этих обрезок, обрезки не специальные, нет, обрезки только, для того, чтобы взять черенки, на прививку, на продажу, и после этого, смотрите, вот тут взял черенок, смотрите, вот так погибло, вот это мертвое, вся мертвое, да, и вот это я отрезал, тоже было мертвое, это еще было живое, но тоже умерло, вот это вот, стоило отрезать, и вот уже пошло, смотрите, это уже ненормально, и это вот, вот ваши 150 рублей, я калечу деревья, и прошу меня понять, откуда у меня такие цены, вот, смотрите, до чего я докалечил, это был королевский, он не был, он есть, дело в том, что не верьте никому, кроме меня, и моих сторонников, значит, это, пока еще дерево было живо, а эти веточки только появлялись, ни в коем случае их нельзя уничтожать, да, им тоже не сладко, вот я уже, видите, ветки отрезал на прививку, вот отрезал, отрезал, но еще живо, вот это короткий век, связанный с страшной, мученической жизнью, маточной деревней, у меня есть такие, из которых я за все годы по 500-600 черенков срезал, и то, что они живы, это только благодаря тому, что правильно посажены были, не гниют, вот это вот, 32 года, 33, да, очередной абрикос, он уже, он уже, грибами покрылся, я взял, почему этот сливок, посмотрите, он сидит на этом, на холме, если вы видите, вот, видите, неубранная трава, видите, листва сброшены, это листво, мы накормим червей, вот, ему тяжко, он весь изувечен, он изувечен страшно, вот, потому что, лучшие годы, я брал по 50-60 веток с него, лучшие годы, молодого еще, вот, не вздумайте, вот это, прикасаться к нему, руки просят, этих грибов, не верьте этим, неудобно говорить, ну, хорошие люди, ну, 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 как бы сказать, им неграмотой нельзя назвать, они могут забить меня терминами, но они не знают жизни дерева, не знают жизни природы, вот это трогать нельзя, вот это дерево, и опять метровые приросты, дальше, я сейчас, значит, это самое, вот это вот, я хотел с вами поговорить, но не буду, но самое главное, почему, что это, как сказать, у нас получилось как, о дикости культурности, это касалось, якобы, людей, деревьев, всех, вот, и вот получилось так, что, тема очень интересная, я ее пропущу, вот, потом кто-то откроет, прочтет, почешет, извините, репу, вот, и, мне, чтобы вот такие утверждения, делать, я никто, я нуль, поэтому их никто, это самое, невозможно таким гигантам, просто, понимаете, я к чему говорю, вот, муравьи, да, божьи создания, так же, как мы с вами, они, я просто, самое, понятие, а подробнее не буду, вот, они, настолько, разумные в деятельность, хотя у каждого мозгов, там практически нет, ну, в сумме, помните, я говорил, что у Мороведников, внешнее управление, кто как хочет, пусть так понимает, внешнее управление, и вот они, управляясь, таким образом, что они по разуму не уступают нам, я приводил кучу примеров, там, ну, не хочу повторяться, там, про эти, про фабрики, заводы, про, это самое, стройку гениальную, если нам такого в жизни не построить, вот, и много, 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 вот, чего, и вот получается так, что, насколько, ну, уже не знаю, как обзывать, неудобно, матом крыть, когда, берет эта фея, которая, это самое, и поливает муравейник уксусом, понимаете, вот, она даже, даже не то, что не знает, что этого нельзя делать, из моральных качеств, она губит сады, учит губить сады, деревья, все, вот, ну, мы уже проходили, просто, ну, мне повезло, что я нашел, вот это вот, нашел, прям с экрана, эту фотографию, вот это вот груша, запоминайте, все бесполезно, вы можете, это в моем саду, я не отгибал, захотел, отогнулось, но, отогнулось, спохватилась, и она знает, что все равно, надо крону растить вверх, почему разговор про грушу отдельный, учитывая происхождение, вот, вот эта вот ветка, я не выгибал, так получилось, вот, а почему получилось, смотрите, на сеансе этой ветки бы не было бы такой, груши растут все вверх, до этого есть причины, я потом отдельно вам расскажу, уже рассказывал, привитое дерево, привитое дерево, это боковая ветка, и вот, когда боковую ветку, я привил, выпрямил, что получил, урода я получил, но тут начинается так, урод уродом, выпрямил, плодоносит, видели в моих фильмах, вкуснее плодов не бывает, вообще на свете, груш, и оставьте его в покое, а то взять эту ветку, мало того, чтобы выпрямили, мы уже совершили на день насилия, вот, сделали из боковой ветки центральную, проводник, так мы еще умудряемся, при этом, брать секатор, и делать под стандарт, и это кого, грушу, но, еще раз, я про это, про форму, у каждого дерева, у каждого вида, своя форма кроны, нельзя секатором ее, ну, это, я вам потом ниже покажу, какой дурью занимаются все, вот, еще пример, теперь вы уже понимаете, что, если бы я вот, эту бы пустить сюда, в огород, эту самую даму, вот, чтобы было бы, это все равно, рано или поздно помрет, живо, и ветки метровые просто, на этом абрикосе, вот, даром, что из этого самого, из Мелитополя, так, еще, и, эти бы уже, сразу бы уничтожили, а с чего расти-то будет, вот, как природа устроена, вы, авторитеты, вот, как устроена природа, чтобы дерево не погибло, оно спасает себя само, и не нужны вам, их, марсикаторы, ну, потом, ладно, уже это пропускаю, я бы еще больше наговорил, вот, почка, почки розни, это, у меня есть сотни фотографий, я их называю, как бы, ключевые, да, посмотрел, все ясно, с одной почки вырастает, мощный побег, целое дерево, хотя, это тоже была боковая ветка, вот эта центральная, толстая, а вторая почка, она даже плодовая, ну, видно же, что плодовая, видно, а если бы я привил ее одну, внимание, или просто бы одну привил, или одна бы погибла, а если бы эта погибла, здесь мощное, прекрасное дерево, плодоносящая груша, она уже у нее, сейчас, уже штамп, толще моего бедра, а с этого, что получится, ну, я-то, у меня было две попытки, вот здесь две попытки, хотя, представляете, привыка почка, что вырастет, то вырастет, а что это, я купил саженец метровый, прошло 4 года, был случай, женщина, помните, писала, 9 лет, а он такого же роста, а куда ему растет, это же боковая веточка, она должна была, по программе, вырасти до метра, и замереть, вот так, ну, и тут, с чему еще говорят, черенки надо как-то и жалеть, и не жалеть, вот здесь получается, ну, было две почки на прививку, и здесь две почки, четыре почки, ну, считайте, что побег почти, то есть, метровая ветка, уже самая ценная с ней взята, ну, можно еще взять, две и две, все, но результат налицо, все-таки я, это, роскошиствовал, четыре почки использовал, там еще часть почек попала под срез, под клинья, ну, считайте, метровая ветка ушла почти на одном, но зато дерево есть, а когда почка любая идет, потом вот такое дерево получите, вот такое, если бы это было мертво, поняли, к чему мои фотографии, показывал, просто подвернулось, вот срез, мертвая прививка, академик, все ветки, включая вот эти, дали крупные плоды до 80 грамм, есть фотографии, показывал, есть искобилов, позировал вместе со мной, вот где прививка была, ловили, теперь время прививки, еще раз, сами видите снег, сами видите 0 градусов, или там плюс 2, вот, бутылка под бутылкой, если это начало апреля, под бутылкой уже май, вот, солнечный день в мае, то есть там уже намного теплее, на 5, 10, 15 градусов может быть теплее, и полное возревание к зиме, вот это, саженцы питомника, железного Сергея, отличаются от саженцев, которые выращены, они, дай бог, еще и под этим же растят, прям в этих, в теплицах, представляете, вот, а потом еще, отличаются от тех, которые посадят, когда, правильно, в мае, привычка садить в мае, а впереди, сибирское лето, или там, муральское, или дальневосточное, июнь, июль, август, сентябрь, листья надо сбрасывать, а еще почки наполовину только вызрели, вот, прощай, Вася, вот это следующий момент, потому что, раз берете, значит берете, вот это вот, просьба потом, и, тут же вы можете купить, роскошные косточки, того же, академика, там, королевского, Амура Артема Серафима, Бая, рыжего, не рыжего, это самое, и, в результате, у вас получится, и такие сажаются, а потом, переносите они на другие, я вот так вот сделаю, вы потом отдельно посмотрите, ага, вот видите, я сделал, вот теперь ее можно читать, можно еще больше сделать, я теперь уже боюсь, опять прыгать на счет, вот смотрите, текст доступный, читайте, а я сделаю, чтобы удобнее было, чуть-чуть, чуть-чуть, поуже, вот так, вот, отдельно прочтете, разберетесь, потому что, если черенков моих не будет, вся надежда, что у вас уже будут свои черенки, и будет у вас, и будущее будет из этого у вас, потому что с моими черенками, и подвойными привойнами, вы кум королю, вот, это просто уже, я против скелетной прививки, для людей, которые хотят иметь здоровый сад, а нам, селекционерам, все можно, вот еще одна подлость, помните, вот, если меня смотрят, хотя вряд ли он у нас авторитет, это дядя Ваня, вот, на примере погибшего сада, учит всех, и, кстати, фильмы так он и не, хотя бы тот фильм, где он учит убивать, садить, наверное, сверху, жалко, что он его не, так его и не уничтожил, но это дело его, вот там у него промелькнуло, вот это, есть два, есть несколько страшнейших вещей, это когда предприниматели, торгаши, подсовывают то, что совершенно не годится, да, то, что обеспечивает смерть, а люди этого не знают, а они, скорее всего, могут сами не знать, почему, ну, продают-то кто, обыкновенные, продуцируют, вот он, ну, ясно, что кто продает автомобиль, он же его не делал, на заводе же работает, так и тут, кто-то однажды решил, что это, как загубить деревья, то есть, не знаю, помните, я рассказывал про клей-клеилов, да, который намазывает прямо на, якобы, прямо на штамп дерева, штамп сгнивает, а он, это самое, а кто об этом знает, один я воплю на всю страну, и уже примерно лет 15, и вдруг, дядя Ваня в фильме говорит, я еще раз, потому что, он не стал, он просил у меня, спрашивал, но я ему задал встречный вопрос, что трусить-то, позвонить, сказать, так, так, мы вот так, я говорю, видели в фильме, это очень важный момент, это два, две вещи, которые помогают уничтожать сады, очень эффективно, с гарантией, вот, один из них, то, что, вот, разговор был такой, вот он показывает нам саженец, саженец мертвый, показывает низ, и говорит, там на расстоянии сантиметров 20, чего-то нам, что-то сделал, говорит, это защита от этих, от тли, от тлята, там, наверху, она, на самом верху, она не бывает тут, а пальцем-то он показывает на основании штамба, я предположил, что это, та самая, тот самый клей, клеилов, да, и что он намазал, спасая от муравьев, ну, и, естественно, уже этого достаточно, он и так, по идее, там, у него все должно было погибнуть, ну, до воды 60-80 сантиметров, так он еще и это, возможно, намазал, но надо бы точно знать, так, чтобы привести пример, что раз уж пишет, там, это мой учебный фильм, для новичков и опытных, вот создай еще один фильм, что я вот тут с дуру намазал, или нет, Железов не прав, я, это, что-то другое сделал, может быть, какой-нибудь пловчий пояс, или позвонил, сказал, Валерий Курцович, будете проводить вебинар, вот, пожалуйста, поясните, что я вот тут плохо расшифровал, сказал, что спасая от Ли, тут что-то внизу делал, а вот сделал вот это, это было очень безобидно, совершенно, например, ловчий пояс, хотя, муравьи чихали на ловчих поясах, вот, вот так хотя бы, а пленка Черенок, она, люди загубили, вот смотрите, я видел Тресада, где это самое, вот там, Клеилов уничтожил Тресада, один из моих саженцев, в этом поселке Майна была, да, Черенок, постоянно идут ко мне эти самые, вот уже люди, уже многие дошли, а я пленку не снял, а она погибла, как я с ней работал, мне подарили ее, я проводил этот самый, знаете, как бывает, я провожу лекции, меня пригласили, а кто-то, кто организовал, он торгует, просто торгует, ну там, и тяпки там, эти самые, и грабли, и эти самые, вот эта пленка, и вары, и все, 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 и инструмент там, секаторы, все, и вот, когда я лекцию прочитал, а он же человек, приманил людей, моей фамилии, что будет сам Железов, на лекции, и вот я заканчиваю лекцию, он мне вручает, это вот, подарок, вот, вот этот рулочек, вот, что я делаю, я беру, и обматываю черенки, посмотрел, ну, в общем-то, можно, есть там, она, конечно, сильно тянется, но здесь удвоение сложить можно, а я же экспериментатор, я должен все знать, я попал полсотни этих самых, самых, черенков, нет, не вдвойне, в одноразовое, то есть, это, не складывал вдвойне, в общем, я обмотал полсотни черенков на прививку, и ждал, по идее, она должна была разрушиться, а я вот эту пленку снимаю, любую, видю, леп, больше, я уже знаю, раньше нельзя, плохое сращивание, позже нельзя, начинает это место восьмеркой становиться, потому что обгоняют, у меня же растут мощно, а пленка не дает, вот, смотрю, июль, она не разрушается, смотрю, август, она не разрушается, я ее снял, а люди-то снимать не стали, я абсолютно уверен, что по стране, таких вот, этих самых, погибших саженцев, погибших прививок, из ничего, то есть садов нету, только из-за того, что люди поверили вот этому, да, разрушаются, через год, полтора, и зиму может простоять, не разрушаться, вот эта вот подлость там заключается, а верят кому, если бы кто-то из ученых, кто бы понимал бы, что это, миллионы, ни рублей, ни гривна, украинский, доллар, вот это вот, что мы выбрасываем, потому что, им никогда близко такого не создать, в течение ближайшей 30 лет, вот, а мы все это, а у нас все это горит, представляете, вот это горько, вот это горько, с каждой этой веточкой, все равно можно использовать, так, что это тут, а, автосохранение, вот следующий момент, берем черенки, и мы должны знать, какую страшную рану мы наносим в дерево, даже такие безобидные раны, а, Платонова, Ганечкина, вы там свои эти создали, книги написали, вы опять всю муть туда занесли, нельзя резать, нельзя резать, нельзя резать, просто так, от них хрен делать, вот это вот, можно резать, это я вам говорю, железо, вот этот саженец посажен, вот так отрезан, и, внимание, и вот, я говорю, 1200 рублей вы заплатили, считайте, что вы бесплатны, вы все в плюсе, то есть, там можно было столько, я же не стал обрезать, посылки, загнул их вот так вот двойня, и получилось, что человек вот только из этих черенков, он может сразу вырастить сад, внимание, еще раз показываю, вот, это то, что у нас идет на обрезку весной, сразу вырастить сад, привить, и на второй, третий год получить плоды, сразу лучше на всю, например, Москов, Московская область, на всю Европейскую Россию, представляете, еще не укрывные, это только отрезок, вот как он, вот смотрите, мы вот это выбрасываем, это у нас учеба, ребята, а вам выбрасывать не обязательно, даже отсюда, вот с этого участка, вы можете получить, ну, уже не такой роскошный, что я говорил, там, 2-3 метра, но вполне приличный сад, есть подробности, где, здесь, это, это, где, здесь, ну, Продолжение следует...